Шойгу на выходных обзвонил министров обороны США, Британии, Франции и Турции, сообщил о том, что Киев готовится взорвать грязную бомбу. Песков подтверждает, угроза реальна, Кулеба заявляет, такого оружия на Украине нет. Об этом же говорят в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Нарышкин настаивает, мир не должен допустить ядерного статуса Украины. Российская Минобороны предупреждает, радиация накроет в том числе Польшу. В Курской области усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где находится Курская АЭС. Снова обстреляна Каховская ГЭС. Впрочем, пока не критично заявили власти Новой Каховки. Из Херсона эвакуированы памятники Ушакову и Суворову. В Белгородской области начали строить противотанковые укрепления. Там же Пригожин возводит линию Вагнера и формирует ополчение. США впервые почти за 80 лет разместили в Европе 101-ю дивизию ВДВ быстрого реагирования «Кричащий орлы». Начальник Киевского военкомата заявляет, мобилизация по всей стране будет продолжена и в следующем году. Все военнообязанные младше 60-ти могут ждать повестку. Рейды в Киеве в поисках призывников тоже не прекратятся. В Херсоне формируют терраборону и приглашают в нее всех оставшихся мужчин. Министр просвещения Кравцов призвал учителей уехать из Херсонской области. Шольц и Фон дер Ляйен снова предложили разработать план восстановления Украины. В Киеве считают, это обойдется в 600 миллиардов долларов. Си Цзиньпин переизбрался на третий срок. Гардиан в правительстве КНР остались только лояльные председателю. Наблюдатели обсуждают вывод из зала предыдущего китайского главы Худзиньтао. Биржи КНР отреагировали крутым пике. Падение не остановило статистика по ВВП. Плюс 3,9% в третьем квартале. Ждали 3,4%. КНР и Южная Корея тем временем обменялись залпами. В Сеуле заявляют, северокорейское судно нарушило границу. На предупредительный огонь последовал залп из РСЗО. СБУ задержала президента и главу отдела внешнеэкономической деятельности завода Мотор Сич. Их подозревают в продаже авиадвигателей Ростеху через посредников на Ближнем Востоке в Европе и Азии. Сам Ростех отчитался о полном импортозамещении двигателей для вертолетов. Украинские ставились до 2014-го, заявили в компании. В Иркутске во время испытательного полета разбился Су-30. Оба летчика погибли. Су-34 в Йейске на прошлой неделе врезался в жилой дом из-за попавших в двигатели чаек, сообщает ТАСС. Роснано не оставляет попыток спастись и просит из бюджета еще 30 миллиардов на реорганизацию. Убытки компании почти 100 миллиардов, с момента основания в нее вложено 400. Банки предлагают отложить ввод новых 100-рублевых купюр. Банкоматы пока невозможно перепрошить из-за ухода западных производителей. Мантуров сообщил о планах наладить совместное автопроизводство с Узбекистаном. Китайский Грейт Вол в третьем квартале увеличил прибыль на 80%. Олигарх Усманов не считает себя олигархом. В интервью немецкой Вельтвохе он назвал обвинения против себя политическими и заявил, что яйца Фаберже каждый может купить за несколько тысяч евро. Адвокат другого олигарха, совладельца Альфы Кузьмичева, просит власти Франции разрешить своему подзащитному прогулки на яхте вдоль Лазурного берега. А Русал судится с олигархом Потаниным. В высокий суд Лондона подан иск о неисполнении им обязанностей по норникелю, из-за чего компания потеряла часть активов. Иранское агентство Тасним сообщает о планах Тегерана поставить в Россию 40 газовых турбин. Таким образом, три четверти отрасли будет работать на оборудовании, произведенном в Иране, утверждает агентство. Коммерсант со ссылкой на энергетиков пишет, электричество для промпредприятий в следующем году, скорее всего, подорожает на 8,5%. Причины – подорожавший газ, снижение спроса и невозможность обслуживать теплоэлектростанции на западных турбинах. А Минсельхоз решил больше не субсидировать производителей молока, ссылаясь на подешевевшее зерно. В молочной отрасли, заявляют, техника и медикаменты для животных подорожали, лишение субсидий приведет к сокращению поголовья. Россия с февраля лишилась почти четверти ведущих IT-специалистов, пишет журнал New Scientist. Минцифры тем временем открещивается от гибели 33-летнего айтишника Райфайзенбанка Измайлова. Он не был сотрудником аккредитованной IT-организации и не подлежал отсрочке. Измайлов пробыл на фронте 12 дней. По данным РБК, с началом мобилизации в полтора раза вырос спрос на временных сотрудников. На срочные договоры готовы оформлять от курьеров и упаковщиков до учителей, врачей и программистов. Обещанные кредитные каникулы для мобилизованных наткнулись на бюрократию. По данным РБК, банки не могут получить информацию о клиентах от Минобороны и вручную сверяют списки, имеющих право на отсрочку по кредитам. Омский губернатор признал, многие мобилизованные до сих пор не получили единовременные выплаты. А южные регионы запили. По данным коммерсантов, в Белгородской и Курской областях потребление крепкого алкоголя с февраля выросло на 16-20%. Минкульт подтвердил, что уехавшие из страны артисты исчезают с афиш абсолютно логично. Об этом попросило общество. Конец цитаты. Бастрыкин распорядился проверить теперь уже бывшего ведущего Артии Красовского после его призывов сжигать и топить украинских детей. Симонян спустя три дня после публикации видео заявила, что больше не работает с Красовским, а сам он оправдывается в Телеграме. Ну, бывает, тебя несет и невозможно остановиться. Другой обозреватель Артии Холмогора вступился за коллегу. Упомянутые Красовским дети 70-х выросли и теперь воюют. Начальство ударилось в гуманистическое чужебесие, а следовательно проиграет. В том же духе выступил обозреватель комсомолки Мардан. Глава украинского совбеза Данилов призвал ликвидировать русский язык на всей территории Украины.